Всем привет! Новости Супер Теста 9.17.1 Изменение баланса техники Мы тщательно проанализировали боевую статистику и внесли ряд изменений, чтобы повысить боевые характеристики некоторых танков. Эта мера позволит им уверенно противостоять высокоуровневой технике и положительно скажется на игровом балансе. Так, танк Т110Е5. Уменьшена толщина бронирования командирской башенки, бронирование борта закатком уменьшено с 254 до 76 мм. Командирскую башенку Е5 было почти невозможно пробить стандартными снарядами из-за исключения небольшого измененного места. Мы изменили параметры бронирования башенки и выровняли толщину брони. Башенка все еще отлично защищена, но теперь ее можно пробить стандартными снарядами. Гриль 15 Мощность двигателя уменьшена с 900 до 85 л.с. на тонну. Максимальная скорость движения назад уменьшена с 20 до 15. Время перезарядки орудия увеличено с 16,5 до 18. Угол склонения орудия уменьшен с минус 8 до минус 7. Скорость полета снаряда уменьшена с 1350 до 1200 мс. Были изменены мощность двигателя, скорость движения назад, а также угол склонения орудия, чтобы Гриль 15 смогла лучше исполнять роль по ТСАУ. За счет уменьшения значения урона в минуту Гриль 15 теперь сравнима по эффективности другой техникой своего уровня. Т-34-85М Мы изменили параметры орудия и бронепробиваемости Т-34-85М, чтобы повысить эффективность машины. После балансных вправок танк превратился в менее подвижный, но более защищенный аналог Т-34-85. Снаряды заменены, дальность обзора увеличена на 10 метров, разброс орудия, движение и поворот ходовой уменьшено с 0,24 до 0,22 на 100 метров, разброс орудия уменьшен с 0,42 до 0,37 на 100 метров, время сведения уменьшено с 2,5 до 2,2 секунды. Центурион МК-1, Центурион МК-7, Т-1. Оба Центуриона стали более мобильными, также были улучшены параметры их орудий, чтобы закрепить место этих машин в рядах средних танков. Максимальная скорость движения вперед увеличена с 40 до 50 км в час, время перезарядки орудия уменьшено с 8 до 7,5 секунд, время перезарядки орудия 105 мм у башни Центуриона МК-9 уменьшено с 12 до 11,2 секунд. И последний, ФВ-4202. Прям танк. Максимальная скорость движения вперед увеличена с 40 до 50 км в час. То есть недавно ему добавили 5 км в час, сейчас еще 10 хотят добавить. Отлично. Мы увеличили максимальную скорость ФВ-4202, чтобы сравнять его по скорости с Центурионом. Вот такие изменения грядут. Вступят они в силу, не вступят, это неизвестно. В самом начале статьи автор пишет. Обратите внимание, этот список изменений обновления не является финальным. Полный список будет опубликован непосредственно перед выходом обновления. Ждем перемен. Также внесли изменения в дерево исследований. Как отмечалось ранее, мы планируем внести ряд изменений в дерево исследований, чтобы она больше соответствовала текущей версии игры. В обновлении будет упрощен переход к исследованию последних уровней техники, в частности техник Германии, Японии и США. Также будут исправлены некоторые проблемы, связанные с балансом. И добавлена новая техника. Можете сами перейти по ссылочке и почитать изменения. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо, кто смотрел видео. Пишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем не согласны. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайк. И не забываем поделиться с друзьями. Пока-пока. Если у Е5 отберут башенку, это будет, конечно, печаль. Субтитры сделал DimaTorzok